В моем дипломе о высшем образовании заканчивала я Московский физико-технический институт, написанный инженер-физик-исследователь. И по идее я должна была исследовать приблизительно то, о чем говорил сейчас только что Питер. Но в результате своей личной эволюции я поняла, что мне гораздо интереснее изучать микрокосмос, то есть то, что находится внутри нас. Поэтому я стала сначала биофизиком, а потом нейрофизиологом. Сейчас я исследую боль, а еще я изучаю кальций. И я сегодня попытаюсь вам рассказать, как связаны между собой эти две, казалось бы, очень далекие вещи. На самом деле я очень боюсь боли. Вид зубоврачебного кресла доводит меня до оборочного состояния. Но я думаю, я не одинока в этом зале. Есть тут кто-нибудь, кто не боится боли? Поднимите руку. Нет. Правильно. Нормальные люди должны бояться боли. Хотя это очень неприятно. Особенно если это боль затяжная, хроническая, тянущаяся изо дня в день, из недели в неделю. Ну, слава богу, здесь молодая аудитория. Я надеюсь, никто из вас такого не испытывал на себе. Но может быть кто-то живет с пожилыми родителями, бабушками, дедушками. Они видят, как испытывают такую боль в пожилом возрасте, как это сильно снижает качество жизни и вообще убирает желание жить. Поэтому вы меня сейчас можете спросить, как исследователя, ну и почему мы до сих пор должны испытывать вот эти неприятности, почему мы должны испытывать физическую боль, почему вы ничего не сделаете. Ну, мы делаем. На самом деле существует такое очень редкое генетическое заболевание, как отсутствие болевой чувствительности. Такие несчастные люди, они вообще очень редко доживают до взрослого возраста, потому что они в детстве умирают от ожогов, от обморожений, от банального заражения крови при незамеченной царапине. Они не понимают, что надо вызвать врача, когда воспалился аппендицит. И когда я узнала о таком заболевании, я поняла, что полное отсутствие боли – это не дар Божий, это настоящее проклятие. А с другой стороны, то есть есть другая сторона медали, когда многие заболевания вызывают вот такую нестерпимую хроническую боль. Это может быть диабет, это может быть герпесная инфекция, это может быть артрит, это может быть браковая опухоль в конце концов. И, конечно, люди с такими заболеваниями, они очень сильно теряют качество жизни, и нередко вот такие боли могут стать причиной суицида, эвтаназии. И поэтому только нормальная чувствительность позволяет человеку, во-первых, находиться в целостности и сохранности, а во-вторых, вести полноценный здоровый образ жизни. И если вот такое отсутствие болевой чувствительности – это достаточно редкое заболевание, оно на всей нашей планете встречается, вот сейчас не более 100 пациентов с таким диагнозом, то хроническая боль, сопровождающая различные заболевания, это достаточно частое заболевание, то есть приблизительно 10% населения так или иначе испытывали эту боль. А если говорить о пожилых людях, то приблизительно 70% из них испытывают ежедневную хроническую боль, и только в 30% случаев можно облегчить их страдания существующими лекарствами. Для того, чтобы понять, как бороться с болью, надо понять, как же она формируется. На самом деле все наше тело пронизано отростками нервных тканей, они иннервируют буквально каждый квадратный миллиметр или даже микрометр нашей кожи, для того, чтобы контролировать наше взаимодействие с окружающей средой. Сигнал, который мы получаем, общаясь с окружающим миром, поступает в спинной мозг. Это своеобразный компьютер, который может определить, опасно, не опасно. Если поступает болевой сигнал, то спинной мозг тут же переходит в состояние полной боевой готовности, он подает сигналы, отдернуть руку, убрать ногу, а также посылает сигнал в головной мозг, где и формируется, собственно, эмоция боли. И поэтому изучение тех процессов, которые происходят в спинной мозге, оно очень важно. Ну, наша лаборатория тоже вовлечена в это изучение, и мы достигли некоторых успехов, я сейчас о них расскажу. Собственно, как происходит формирование сигнала? Мы с вами сейчас попали в наш внутренний микрокосмос. Вот эти вспышки — это электрический сигнал, который так же, как электрический ток, бежит от клетки к клетке. Так же, как электрический ток, он подчиняется закону Ома, и он формируется движением положительно заряженных, отрицательно заряженных частиц, ионов. Ионы для того, чтобы сформировать сигнал, нервный импульс, болевой в том числе, они должны проникнуть через мембрану клетки. Но это не так легко сделать, потому что мембрана клетки очень надежно защищает внутреннее содержание клетки от внешней, и не так просто туда проникнуть. Но в мембране есть специальные механизмы, мы называем их каналы, потому что по ним, как по каналам, ионы могут проходить внутрь клетки и формировать таким образом нервный импульс, в том числе и болевой. Мне кажется, очень красиво. Вот так у нас внутри происходит формирование нервного импульса. Ионы, которые принимают в этом участие, в основном это нейроны натрия, калия и кальция. Но сегодня мы будем говорить о кальции, потому что именно этот ион играет основную, самую важную роль в формировании болевого сигнала. Что такое кальций, знают все. Кальций нужен нам для здоровых костей, зубов, особенно детям. И мы употребляем и правильные продукты, иногда пьем какие-то добавки с кальцием. Можно даже по бабушкиной методике погрызть мел, полизать известку или даже погрызть скорлупу. Это все допускается. Пожалуйста, кому как приятнее получать для себя кальций. Все знают, что такое кальций, что он нужен для укрепления нашего костяка, зубов, костей. Но мало кто знает об одной очень важной роли кальция. Дело в том, что кальций — это наш главнокомандующий, или даже я бы его назвала серым кардиналом, потому что ничего в нашем организме не происходит без ведома и без команды кальция. Кальций — уникальный ион. Его очень мало внутри клетки, 100 наномолей, но наномолей мы все знаем, это очень мало. Его очень много во внешней среде. Градиент концентрации — 4 порядка. В 10 тысяч раз концентрация кальция отличается. Именно это его свойство позволяет ему контролировать все процессы. Он входит в клетку через различные каналы, освобождается даже из внутриклеточных органелл. И вот это временное повышение кальция и дает сигнал всем процессам. То есть сокращение мышц, выделение гормонов, пищеварение, то есть что бы ни происходило, обучение. Все происходит под командой вот этих повышений кальция и потом понижения их обратно, потому что многие механизмы восстанавливают эту концентрацию. Я вам покажу сейчас кино, чтобы вы поняли, как это происходит. Это нейроны, они выращены в пробирке, но они уже сделали, составили такую нейрональную сеть и работают так, как они реально работают в головном мозге. Вот они передают друг другу сигнал, таким образом формируя работу определенного органа. Вот эти вспышки — это изменение концентрации кальция. На самом деле кальция невозможно увидеть, он очень маленький. Но ученые научились использовать специальные молекулы, которые, связываясь с кальцием, изменяют его свечение. И вот здесь много света, значит, много кальция. И вот таким образом и происходят вот эти волны, которые командуют. Но в данном случае то же самое, наверное, происходит у меня сейчас в моем головном мозге. Я разговариваю, я думаю, я пытаюсь там понять, куда мне нажимать. И вот сейчас у меня активно происходят вот такие вспышки в моих нейронах. Обратите внимание на нейрон в верхнем левом углу. Он очень ярко светится и никак не изменяет своей светимости. И он никак не участвует уже в сигнализации, в общей нейрональной деятельности. На самом деле этот нейрон умер и убил его кальций, потому что он вошел в клетку, повысился очень сильно, но не вернулся к норме. Таким образом он убил нейрон. Кстати, таким образом погибают нейроны при инсульте. То есть здесь кальций у нас выступил в роли убийцы. Но он может быть не только убийцей, он может быть и началом новой жизни. Вот сейчас такое сакральное видео, это сделали наши коллеги из университета Беркли. Видите, сперматозоид обладотворяет яйцеклетку. Вначале кальция было мало, голубой цвет, потом его стало много, красный цвет. Такая кальциевая волна, она накрыла всю клетку и дала команду всем внутриклеточным механизмам готовиться к созданию новой жизни. Эти данные можно представить по-другому в виде трехмерных пиков, но опять то же самое. Вот сперматозоид входит в клетку, кальциевая волна, видите, как сильно повышается кальций, но одновременно через какое-то время он понижается, чтобы клетка могла продолжить нормально свою жизнедеятельность. Но это еще не все. Кальций раздал команду всем внутриклеточным механизмам, а дальше он проникает в святая святых, в ядро, и там дает команду генетическому аппарату, хромосомам, начать деление и дать начало новой жизни. Вы видите вот этот пик, вырастающий в центре, это изменение концентрации кальция в ядре. Я показала вам два примера. Это начало новой жизни, ее конец. Между этими двумя состояниями миллион состояний жизни, и боль в том числе. И именно кальций играет огромную роль в возникновении боли. Ну вот мы с вами уже, мне кажется, как-то поняли, как связана боль и внутриклеточный кальций. Для того, чтобы проникнуть в клетку и, собственно, инициировать сигнал, кальций должен войти, пройти через специальные каналы. Ученые уже знают приблизительно полтора десятка каналов, которые вовлечены в передачу болевого сигнала. И наша лаборатория занимается последние 10 лет изучением одного из них. Это так называемые ампорецепторы, ну, неважно, как они называются, главное, что они очень интересные. Совсем недавно ученые научились привязывать к рецептору такую светящуюся точку, и по движению этой красной точки мы видим передвижение рецепторов. На самом деле ампорецепторы очень уникальны тем, что они никогда не сидят на месте. Вот здесь живая клетка, вернее, это отростки нервной клетки, по которым перемещаются ампорецепторы. Они никогда не сидят на месте, они все время двигаются, как бы спрашивая, а вот тут мы не можем быть вам полезны, а мы побежали сюда, может быть, тут мы как-то сможем поработать. И именно эта способность ампорецепторов вот так быстро передвигаться по клеткам делает их очень важными в процессах памяти, запоминания, то есть если они встроены в нейроны головного мозга, там они именно этим и занимаются. А если они экспрессированы в нейронах спинного мозга, то там они занимаются как раз проведением болевого сигнала. Эти ампорецепторы могут находиться в двух состояниях, когда они проводят кальций и когда они не проводят кальций. В норме, когда нет никакого болевого сигнала, вот мембрана, здесь мы так нарисовали мембрану клетки спинного мозга, ампорецепторы не проводят кальций. Они боли нет, они там занимаются проведением какой-то другой важной информации, но не болевой. Для того, чтобы они не убежали, потому что они же тоже очень подвижные, они цепью привязаны к якорю. Это так и называется. Якорный белок удерживает их в том месте, где происходит контакт одной клетки с другой. Но если вдруг появляется боль, кальций входит через соседний кальций-проводящий рецептор, активирует вот эту цепь, она теряет голову, уходит, оторвается от якоря, и этот рецептор тоже уходит из мембраны, ничем не удерживаемый. И на его место тут же прибегает другой рецептор, они всегда готовы прийти, так сказать, на место товарищу. Эти рецепторы уже могут проводить кальций. Кальций массово начинает входить через этот новый встроенный рецептор, таким образом возбуждая нейрон и генерируя сигнал боли. Когда мы разобрались в этой схеме, мы подумали, ну как-то да, кальций тут выступает в такой роли плохого почтальона. Знаете, он может приносить хорошие вести, а может приносить плохие. Может, мы его не пустим, особенно если он стучится день, два, три, боль длится неделю, месяц. Давайте-ка попробуем просто заблокировать вход кальция, что будет. Да, мы заблокировали вход кальция, у нас пропала боль. Ну, собственно, таким образом работают и обычно все обезболивающие. Они блокируют рецептор, причем блокируют его во всем организме, да, и боль пропадает. Но когда мы принимаем таблетку, мы блокируем рецепторы во всем организме, в голове, в ноге, там, грубо говоря, в желудке, хотя боль нам надо было убрать где-то в определенном месте. Ну, собственно, отсюда и побочные эффекты. Вы читали все аннотации к обезболивающим, да, и сонливость, и тошнота, и вообще не хочется ничего принимать. И мы подумали, что надо как-то избавиться от этих побочных эффектов. Каким образом? Мы не будем блокировать рецептор, а мы просто оставим его работать так, как будто ничего не происходит. Мы просто попытаемся предотвратить вот этот переход из кальция непроводящего нормального состояния, в кальций проводящие патологическое. Ну, мы так и сделали. Мы сгенерировали маленькую молекулу ДНК, потому что обычные фармакологические вещества не могут проникнуть через мембрану, а маленькая ДНК может проникнуть. Мы сделали ее таким образом, чтобы она блокировала отвязывание рецептора от якоря. Собственно, если не уйдет нормальный рецептор, то на его место не придет патологический кальций проводящий рецептор. И у нас это получилось. То есть, когда мы вводим нашей подопытной крыске, у которой воспалена лапка, она болит, мы вводим ей этот наш генетический материал непосредственно к тому месту спинного мозга, где происходит обработка сигнала от задней лапки, в клетке происходит следующее. Мы просто предотвращаем на время, мы просим замолчать ген, который ответственен за связь рецептора с якорным белком. Таким образом мы останавливаем боль. То есть я хочу, чтобы вы поняли, вот здесь очень важный момент. Мы не вмешиваемся в генетический аппарат клетки. Мы на время просим его прекратить работать. Определенный ген. По-английски это звучит gene silencing, то есть заглушка гена. Я уверена, что это фармакология будущего. Таким образом мы сможем не только победить боль. Я уверена, что в недалеком будущем такая технология позволит нам избавиться от многих тяжелых заболеваний, в том числе и смертельных. Я, конечно, жду сейчас от вас, так сказать, таких мыслей о том, что вот опять генетическая модификация. Мы уже только привыкли к наклейкам без ГМО, а тут опять нам что-то предлагают. Но на самом деле, конечно, когда я вижу наклейку без ГМО на бутылке с минеральной водой, мне и смешно, и грустно. То есть смешно, потому что это абсурд, а грустно, потому что население позволяет вводить себя в заблуждение, потому что, ну, собственно, вся жизнь, движение всего, развитие всего живого на Земле это постоянные генетические модификации. Поэтому не надо валить все в одну кучу, не надо ставить клеймо. Ученые, так сказать, понимают, в чем дело, умеют правильно управлять работой генов, и я думаю, что вот такие правильные манипуляции действительно принесут в скором будущем очень большую пользу. Ну, я вам рассказала только об одном типе рецепторов, но не могу не похвастаться. Дело в том, что вот из тех полтора десятка болевых рецепторов, которые известны на сегодняшний день, по крайней мере, два типа были открыты, впервые исследованы у нас в Украине. В нашем институте, в институте физиологии мне богомольцы, где я работаю всю свою сознательную жизнь, в лаборатории Олега Кришталя. Да. Ну, во-первых, это рецепторы кислоты, так называемые. Они чувствительны к закислению внеклеточной среды. Именно такие закисления происходят при переломах, при инсультах, при раковых заболеваниях, особенно при инсультах. И дело в том, что сейчас уже доказано, что нейроны погибают при инсультах именно потому, что кальций входит в клетку через эти рецепторы. И фармакологи уже близки к тому, чтобы получить вот то уникальное вещество, которое позволит заставить правильно работать эти рецепторы и предотвратить гибель нейронов при инсульте. Второй тип рецепторов – это рецепторы АТФ. Он был открыт в 1983 году. Ну, что такое АТФ, помним, из школьной биологии. АТФ – это молекула, которая обеспечивает наш организм энергией. Ее очень много внутри клетки, ее совсем не должно быть снаружи. И когда впервые был измерен сигнал через эти рецепторы, ученые спросили, ну а зачем, собственно, организму рецепторы, которые чувствительны к тому, чего там никогда нет, то есть снаружи клетки. На самом деле очень быстро все догадались, что если у нас есть травма, и мы, грубо говоря, порезали палец, физически разрезали клетку, то АТФ, который содержится внутри, она, грубо говоря, вывалилась наружу, и ее могут почувствовать неповрежденные клетки, которые тут же начинают, в общем-то, поднимать тревогу, кричать по лондру, АТФ снаружи, что-то не так, это сигнал, это боль. И действительно, именно эти рецепторы сейчас являются основными мишенями для борьбы с периферической болью. В общем, нам есть чем гордиться. Ну, с другой стороны, понадобилось целых 20 лет, ну а может быть во вселенском масштабе всего 20 лет, для того, чтобы результаты исследований фундаментальной науки нашли свое практическое применение. Такова судьба многих открыть, и ничего не сделаешь, мы к этому готовы. Единственное, на что мы надеемся, на то, что общество все-таки будет поддерживать нас, и на то, что, в общем-то, вы, как честные налогоплательщики, будете уверены в том, что каждая вложенная копейка в фундаментальные исследования рано или поздно приведет нас к жизни без ненужной боли. А пока цените свою боль, потому что она ваш надежный защитник от вредных воздействий внешнего макрокосмоса и сбоев в вашем внутреннем микрокосмосе. Научитесь правильно понимать ее сигналы. Ну и цените нас, ученых, которые пытаются сделать нашу жизнь лучше. Цените искатели, ищите сами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...